В рамках операции МАК сотрудники органов внутренних дел АДГ продолжают выявлять факты незаконного хранения наркотических веществ. Тайники с наркозелия могут оборудовать в самых укромных местах, но вот их содержимое не перестает удивлять опытных оперативников. Полицейские отделы МВД Алексей по Тахтамкальскому району задержали 54-летнего местного жителя. На приусадебном участке принадлежащего ему домовладения стражи правопорядка обнаружили более 50 кустов растений конопли. В ходе дальнейшей работы оперативники получили сведения о том, что мужчина может хранить готовые к употреблению наркотики. При обыске сыщики обнаружили тайник, в котором был спрятан пакет с марихуаной весом около 400 граммов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В Красногордейском районе в ближайшее время перед судом предстанет 49-летний местный житель. Ранее в его доме полицейские также изъяли более 200 граммов наркотиков. За совершение этого преступления обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В Адыгее рассмотрено уголовное дело в отношении жителей Республиканского центра. Мужчина обвинялся в серии мошеннических действий с причинением значительного ущерба потерпевшим. Он исчисляется миллионами рублей. Об этих фактах оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства стало известно от жителей Майкопа. Все они были детьми-сиротами, имеющими право на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Как выяснили полицейские, являясь руководителем риэлторской фирмы, подозреваемый целенаправленно находил таких граждан и предлагал оказать содействие. В дальнейшем, имея все необходимые доверенности и документы для представления интереса своих клиентов, мужчина получал предназначенные им деньги, но отдавал им лишь часть из них. В договоре указывалась сумма стоимости жилья, соответствующая выделяемой социальной выплаты. Но так как фактическая стоимость оформляемой недвижимости меньше, таким образом риэлтор завладевал большей частью выделяемой суммы денежных средств. И в таком случае лицо, которому выделялась господдержка, как такового, реально пригодного для проживания жилья, не получал. Соответственно, цели программы, предусмотренные для поддержки лиц социально незащищенных, они не были достигнуты. В ходе сессии установлена причастность риэлтора к 11 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба по ним составляет около 5 миллионов рублей. Рассмотрев собранные доказательства, суд признал майкопчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы срока на 5,5 лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей. В Адыгее стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народные участковые». Уже сейчас граждане имеют возможность поддержать участкового, уполномоченного своего города или района. Для того, чтобы отдать голос за конкурсанта, который, по вашему мнению, достоин звания «Народные участковые», необходимо зайти в специальный раздел «Народные участковые» на сайте МВД по республике Адыгея. Там можно ознакомиться и с анкетами участников конкурса. Онлайн-голосование продлится по 20 сентября текущего года. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном этапе. Затем его победитель будет представлять нашу республику в финале всероссийского конкурса. Правоохранителями органами Адыгея задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства в Тахтамукайском районе. Благодаря тщательно спланированной операции его удалось разыскать в одной из республик Северокавказского региона. Это тяжкое преступление было совершено летом текущего года. Тогда в поселке НМ неизвестный в ходе внезапно возникшей ссоры нанес несколько ножевых ранений 30-летнему местному жителю. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь мужчине не удалось. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками МВД по республике Адыгея и отдела МВД России по Тахтамукайскому району во взаимодействии с представителями регионального управления СК России был разработан комплекс мероприятий, направленный на раскрытие этого тяжкого преступления. Местонахождение данного лица, объявленного в федеральном розыске, было установлено на территории горного района, Дададайского района, республики Дагестан. При поддержке силовой подразделения СОБР МВД по республике Адыгея, вышеуказанное лицо было задержано на одном из автомоечных комплексов города Избербаш. Примечательно, что в целях конспирации, ранее уже имеющей проблемы с законом, заумышленник придерживался определенных правил. Лицо перемещалось по территории республики Дагестан нелегально, имея при себе документы, удостоверяющие личность, не приобретало проездные билеты на поезда, на автобусный транспорт. Преимущественно перемещение происходило с территории республики Дагестан на автотранспорте. В настоящее время по решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках уголовного дела проводится весь комплекс необходимых.